Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Всех с наступившим 2019 годом. Итак, в этом видео мы разберем науку гильдии, порядок прокачки для новичков и не только. И также меня очень давно просили, мы разберем гильдейские войны, клановые войны. Я вам покажу вот прям с нуля, как я действую, какие там бывают хитрости, но хитрости на самом деле там особо не влияют. Почему я решил записать видео гайд по прокачке науки? Потому что, как вы понимаете, я частенько бываю на аккаунтах своих подписчиков и зачастую меня там просят посмотреть, что да как прокачано, какие-то советы дать и так далее. И когда я захожу в науку, зачастую там все выкачано абсолютно неправильно. Ну то есть в принципе, если вы в общей сложности это все выкачаете, то разницы не будет, но именно порядок прокачки очень сильно может влиять на результаты вашей команды. Именно поэтому я решил составить для вас данное руководство. Итак, я откопал древний свиток, ссылку на который вы также найдете в описании под этим видео. Давайте разберем цифры, которые изображены под каждым классом на примере воинов. Мы видим первую цифру 2, это означает, что нам нужно качать в первую очередь вот эту науку. Соответственно, качаем первую науку на 10 и переходим ко второй науке, которая нам дает чистую атаку и выкачиваем ее на максимум у воинов. Почему мы качаем атаку в первую очередь? Потому что эта характеристика зачастую влияет на все аспекты вашего персонажа. Будь то урон, отхил, контратака, постепенный урон, вообще все зависит от атаки зачастую. Поэтому именно данная характеристика нам очень важна, особенно на старте, потому что по своему опыту скажу, что на старте важнее всего урон, чем защита. Поэтому чем больше урона, тем быстрее мы будем прокачивать аккаунт. Далее мы видим единицу, это значит, что мы возвращаемся вот к первой пассивке, на которой у нас здоровье. Почему мы прокачиваем эту пассивку? Потому что, во-первых, она дает выживаемость нашим героям, что немаловажно. И во-вторых, за счет того, что она находится на первом месте. То есть она самая малозатратная по гильдейским коинам. Соответственно, мы ее выкачаем с самыми минимальными затратами. Далее мы видим семерку, это значит, что нас интересует вот эта пассивка. Соответственно, мы пока идем до нее, выкачиваем вот эти все пассивки на 10, для того, чтобы дойти именно вот до седьмой. Также пассивочка, которая дает нам атаку, которая будет увеличивать все аспекты вашего героя и выживаемость вашей команды. Далее восьмая пассивка. Тут у нас здоровье и урон навыкам. Пятая пассивка, это у нас урон навыкам также. И далее я отметил в скобочках три науки, которые качать не обязательно. Так, сейчас объясню, для чего это сделано. У вас 100% в команде будет несколько наук. Соответственно, я могу пожертвовать на старте тем же блоком у воинов. И за счет того, что я не буду качать данную науку, я перейду, к примеру, к магам и выкачаю у магов атаку. Которая мне даст намного больше, чем тот же блок у воинов. То есть принцип, я думаю, вы поняли. То, что в скобочках, это качать не обязательно, не в первую очередь. И также, помимо этого, мы видим науки, которые выделены красным цветом. Это означает то, что если у вас прям много классов в команде, то те науки, которые выделены красным цветом, мы должны выкачать обязательно. Соответственно, мы у воинов, к примеру, выкачиваем 2-1, у магов 2-1, у луков 2-1, у пасторов 1-7-6. И уже после этого мы начинаем докачивать то, что черным вне скобочках. То есть также основные науки, но за которыми на старте мы можем особо не гнаться. В первую очередь науку мы качаем на наших героев, которые наносят основной урон. Желательно этого героя выбирать по тирлисту. То есть если, к примеру, у вас там какой-то скилл, маг, который наносит просто килотонны урона. Соответственно, мы в первую очередь начинаем качать 2-1. И смотрим по тому, как нам приходят копии на скилла. То есть если мы его даже не можем поднять на 6 звезд, значит мы выкачали пока 2-1 и ждем каких-то более топовых героев. К примеру, у вас там был скилл на 5 звезд, копия не пришла на 6, к нам приходит какая-то вейса, которая на старте вообще просто огонь раздает. Но для вейсы, хоть и в скобочках находится эта пассивка, но в скобочках также те науки, которые ситуативно заходят под каждого героя. То есть на одного героя она нужна, а на другого героя не нужна. К примеру, вот Крит. То есть Крит, он не увеличивает силу отхила ваших пасторов. Ну а вейса это такой герой, который заточен на Крит, соответственно это даст нам очень большой прирост по урону. Итак, нам пришла вейса, которую мы можем прокачать на 6 звезд и уже дальше начать качать до 9. Мы качаем, вот как я и сказал, 1-7-6, повышаем ее силу отхила и далее, когда у нее там уже будет какой-то более-менее хороший артефакт и так далее, мы можем выкачать ей шанс Крита. В приоритет той же восьмой пассивки, которую мы будем качать довольно-таки долго, которая дает здоровье и урон навыкам. Это, надеюсь, понятно. Точно так же, если у вас скилл на магов, да, мы качаем тоже довольно-таки быстро Крит. То есть выкачали 2-1, далее у нас идет 7, это хп атака. И, к примеру, на третью-четвертую науку мы из скобочек можем уже выкачать шанс Крита, потому что у нас герой, который заточен именно на Крит. Итак, это что касается приоритета прокачки науки под каждого героя. Также хотелось бы добавить, чтобы со старта вы желательно строили команду из трех классов, так вы сможете охватить наукой большее количество персонажей. Те, кто следят за моим новым аккаунтом, у меня там вообще 2 науки, которые я уже выкачал обе на максимум, соответственно, у меня там очень большая сила команды. Потому что многие удивляются, почему у тебя там нету 10-ти звездочных героев, а у меня там уже 11-ый и у тебя силы больше, чем у меня. Именно за счет науки, ну и всего остального, там экипировки и так далее. Но наука это, можно сказать, основа всех ваших героев, поэтому чем больше вы охватите наукой героев, тем лучше. Еще раз повторюсь, данный свиток вы найдете в комментарии, закрепленном под этим видео. Итак, клановые воины у нас вот здесь находятся, в правом нижнем углу. Нажимаем сюда. Для тех, кто не знает, я являюсь главой гильдии, соответственно, у меня здесь все функции доступны. Если же вы обычный рядовой член гильдии, то у вас какие-то функции могут быть отключены. Но я эту инструкцию делаю для людей, которые также являются главами гильдии или же также есть так называемые офицеры. То есть в гильдии может быть 3 офицера, которые также помогают и имеют функции больше, чем у обычных рядовых членов. Итак, для начала хотелось бы сказать, что регистрация гильдии происходит с понедельника по пятницу. Но если вы зарегистрируетесь слишком поздно, то вам будет сложнее подняться на хорошие позиции рейтинга. Вы сейчас поймете почему. Ну, я и в принципе объясню. Итак, зачастую все члены гильдии забывают за эти гильдийские вары регистрироваться и так далее. Для этого у нас есть офигенная функция. Мы выходим на основное окно гильдии и вот здесь у нас есть вот такое письмо. Мы нажимаем сюда и здесь все, что вы напишите, будет разослано на всех членов гильдии. Ну и соответственно это ускоряет процесс регистрации. Итак, для того, чтобы зарегистрировать гильдию в клановые воины, нам нужно собрать команду как минимум из 10 человек. Здесь мы видим, что у меня собралось 23 человека, но вы также должны понимать, что максимум в команде может быть 15. Соответственно, у меня в моей гильдии 8 человек будут в пролете. Итак, зарегистрировать команду мы можем довольно-таки просто. Мы нажимаем вот эту кнопку «Моя команда» и здесь мы будем выбирать состав, которым мы будем драться на клановых войнах. И нажимаем вот эти два мечика. И после этого нас регистрируют вот сюда в список всех. Я здесь уже зарегистрирован, я это сделал с планшета. Мы нажимаем «Set Lineup» на русском, я не знаю, как это будет. Ну, в общем, вот эта кнопочка. И вот такими галочками я выбираю людей, которые будут воевать. Итак, я сейчас здесь выберу 15 человек самых сильных у себя в гильдии и далее расскажу вам, по какому принципу я их вообще расставляю и на что это влияет. Итак, друзья, я подобрал 15 человек, которые будут воевать. У нас в гильдии я расставляю их по силе, то есть самые первые, самые сильные, ну и по убыванию. Но также существует тактика, когда вы ставите на первое, там, примерно 7-8 мест самых слабых и на девятое место начинаете ставить своих самых сильных. Для чего это нужно? По механике гильдейских войн каждый игрок может принести максимум 3 победы. То есть, к примеру, вот у нас Анарки, у него команда довольно-таки сильная, он самый сильный игрок у нас в гильдии. Что это означает? Если вы против него поставите первых трех своих людей самых сильных, он их просто убьет и это вам не принесет никаких очей. Соответственно, если мы поставим на первые три слота самых слабых, то Анарки с самой сильной командой будет драться против самых слабых. В обеих случаях он бы убил вот эти первые три слота, но за счет этого, поставив самых слабых в начале, вы своими самыми сильными игроками будете драться не против самых сильных моих, а, к примеру, там, начиная с 5-6 места. То есть, тут уже более слабые команды и за счет этого вы можете урвать хоть какие-то очки. Это что касается гильдий, у которых там немного топчиков и хоть как-то хочется набивать рейтинг. Итак, далее у нас здесь есть две функциональные кнопки, это вот такие глазики, и таким образом мы можем скрывать ключевых наших воинов, чтобы усложнять подбор противника другим гильдиям. И также у нас здесь есть кнопочка стрелочки, таким образом мы можем быстро перемещать определенного игрока на различные слоты в вашей команде. То есть, к примеру, вот у нас Анарки на первом слоте, я нажимаю двоечку и он переезжает на второе. Это для быстрой расстановки нужных игроков. Далее, как только мы составили команду из 15 людей, нажимаем сохранить нашу команду и выходим отсюда. После этого мы регистрируем гильдию с помощью данной кнопки. Я ее нажимаю и вот мы зарегистрировались в рейтинг и сходу мы на 19 месте. Каким образом происходят бои вообще в гильдиях? Мы переходим вот здесь наверху в Campanning Hall. На английском, на русском, не знаю. Ну, в общем, вот эта кнопочка. Здесь мы видим наш состав, который я зарегистрировал. Далее деремся мы за сыр. Сейчас его 6 штучек. Он накапливается каждые 3 часа, по-моему. В общей сложности, если вы его вообще не будете тратить, у вас должно быть 40 из 40. В идеале этот сыр нужно выбить до нуля. То есть, в ночь пятницы у вас должно остаться здесь 0. Соответственно, вы выбьете весь сыр. Ну и по рейтингу уже там будет понятно, какое место вы займете. Я нажимаю вот эту кнопку для поиска гильдии. И здесь нам подобрало какую-то гильдию. Она подбирается абсолютно рандомно. Давайте посмотрим, что здесь за гильдия вообще нам нашлась. Ага, я еще забыл сказать, каким образом я подбираю противников и вообще союзников выставляю. Давайте быстро расскажу. Итак, друзья, помимо того, что существует сила команды, также стоит учитывать то, что существуют метовые герои, более сильные, более слабые и так далее. Я советую в первую очередь расставлять союзников, у которых есть Валькирия или же Бартон. То есть, Валькирия и Бартон это два героя, которые сейчас в соло могут тащить любые бои. Валькирия это, конечно, делает стабильнее, но Бартон также далеко не уходит. Поэтому вы здесь можете видеть, у меня на первых слотах почти все союзники имеют Валькирию. Здесь, здесь, ну здесь уже 9 звездочная. То есть, первые 7 союзников имеют Валькирии. То есть, если у какого-то игрока большая сила, но нету Валькирии или Бартона, то он зачастую будет слабее того, у кого хорошая Валькирия или Бартон, но с меньшей силой. Чуть-чуть там 100-200 тысяч, может быть, меньше силы, и он будет сильнее того, кто выше по силе. И по такому же принципу я подбираю противников. То есть, я смотрю, насколько много Валькирии, насколько много Бартонов. Ну, если там герои Света и Тьмы, то это вообще можно пропускать. Ну, какие-то топовые. И, насколько мы видим, вот эта гильдия, она довольно-таки слабая. То есть, мы ее разнесем в ноль. Но я с ней драться не буду, потому что она нам не принесет максимальное количество очей. Для того, чтобы нам гильдия принесла максимальное количество очей, 1920, нам нужно, чтобы противников было 15. Как мы видим, здесь противников всего 10. Соответственно, даже если мы их всех побьем, мы получим меньше, чем нужно. Поэтому эту гильдию я реролю на следующую. Смотрим Infamous. Вот у нас гильдия на нашем сервере играет. Вот, здесь 15 человек. Отлично. И, насколько мы видим, здесь у всех команды состоят из, ну, таких посредственных героев. То есть, есть топовые, но они все вперемешку с кормовыми. То есть, если у вас есть опыт в игре, как у меня, я это быстро могу просматривать. То есть, я вот так вот быстро просмотрел. Все, я уже оцениваю эту гильдию. И сразу могу сказать, сколько она очей примерно принесет. За счет вот этой гильдии мы, скорее всего, получим максимальное количество очей. Я нажимаю кнопку боя. Мы с ними деремся. Но здесь не обязательно ждать вот это время. Здесь 20 секунд. Но мы можем нажать просто вот сюда. И вернуться. И здесь уже все пройдет. Запись боя уже есть. Мы нажимаем на вот эту кнопочку. Как мы видим, мы там поднялись на две позиции. И здесь мы видим мечик вверх. Это значит, что мы победили. И мы набрали 1920 очей. Это максимальное количество очей, которое вы можете получить с гильдии. Независимо от того, насколько она топовая и так далее. 1920 это максимальное количество. И теперь давайте посмотрим запись боя. Анарки. Мы видим, что здесь он три раза дрался. И три боя он победил. Далее смотрим. Каз. Также три боя, три победы. Михалыч. Три боя, три победы. Перчумы. Три боя, три победы. Сибирский медведь также. То есть, как мы можем видеть, мы выиграли эту гильдию за счет пяти сильных союзников. И также хотелось бы сказать, если вы хотите занимать хорошие позиции по рейтингу, не стоит драться даже с равными гильдиями. То есть, вам нужно искать гильдию, которая вам будет приносить максимальное количество очей. Как я вам вот показал до этого. 1920. Поэтому это никому не надо. С сильными гильдиями вы будете драться в субботу, когда уже закончится вот это определение по рейтингу. Если ваша команда входит в топ-16, то там идет автоматическое распределение всех гильдий между собой. И в субботу уже решается, кто какое место занял. И, исходя из этого, гильдия получает награды, которые мы можем увидеть здесь. Вот. Там вот первое, второе, третье место. Но здесь они, в принципе, не особо отличаются. Но помимо этих наград, гильдия также получает отличительные рамки. На аватарке всех сагильдийцев. Я думаю, вы их видели в чате. И также хотелось бы еще добавить. При подборе противника вы постоянно будете натыкаться, как я уже и сказал, на равные гильдии. Или даже сильнее. Но нам нужны гильдии, из которых мы будем получать максимальное количество очей. Поэтому вам придется по очень долгой времени клацать вот эту кнопку в поиске подходящей гильдии. И, к примеру, если вы там ее крутите на протяжении 5 минут и вам постоянно выдает какие-то сильные гильдии. Оставьте, не тратьте сыр. Подождите там какое-то время, можно даже день не драться. Пока изменится рейтинг, какие-то более слабые гильдии поднимутся по рейтингу. И вас уже начнет кидать на них. Соответственно, вы с них будете получать очки. Именно так это и работает. И также от лица всех глав гильдии хотелось бы попросить всех, чтобы вы не забывали регистрироваться на Клановые Войны. Здесь вы будете получать дополнительные ресурсы для прокачки науки и всего остального. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно поддерживайте это видео лайками. Пишите ваши вопросы в комментариях. И не забывайте подписываться на канал. До скорых встреч в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова